Рынок, да, он уникален тем, что на рынке многое возможно, но не все вероятно. Возможно себе представить, что на рынке все сговорятся для того, чтобы выпускать обувь только на левую ногу, и все люди останутся без ботинков на правую. Можно, да, здесь невозможно доказать обратное, потому что на рынке нет инструментов, которые бы не позволяли этого сделать, нет инструментов, которые бы не допускали подобное развитие событий на принципиальном уровне. Но на рынке подобное развитие событий невероятно, потому что рынок руководствуется прибылью, потому что рынок отвечает на запрос рыночный и потребительский. И, соответственно, если вдруг подобный картельный сговор бы произошел, то обязательно появились бы игроки, которые бы попытались удовлетворить запрос и создать обувь на правую ногу, чтобы, соответственно, получить выгоду из неудовлетворенного запроса. Так работает рынок. Поэтому на рынке возможно практически все, но далеко не все вероятно. Событие, которое я описал, да, оно возможно, но оно невероятно, потому что законы рынка делают подобное развитие событий невероятным. Какое это отношение имеет к монополии? Если вы получаете ситуацию, в которой несколько рыночных игроков сговаривает для того, чтобы повысить, например, стоимость какого-то товара, то автоматически на рынке образовывается неудовлетворенный спрос, удовлетворение которого обещает новому игроку крупную прибыль. И этот стимул обязательно приводит к тому, что этот новый игрок появляется. Это первая причина, почему появление монополии на рынке невероятно. Вторая причина, почему появление монополии на рынке невероятно, потому что любая система совершает ошибки. Чем дольше она существует, чем крупнее она становится, тем более серьезные ошибки она начинает совершать. И на рынке, когда компания совершает череду непоправимых ошибок, она начинает терпеть убытки и в какой-то момент банкротится. Единственный способ, которым компания может избежать банкротства, это в результате поддержки государства, как это произошло в 2008 году в Соединенных Штатах, когда несколько обанкротившихся строительных компаний и банков добились от государства выкупа собственных долгов за деньги налогоплательщиков. Это вторая причина, потому что на рынке компании проходят процедуру банкротства. Когда государство вмешивается в рынок, элемент личной ответственности за допущенные ошибки испаряется полностью, потому что ответственность размазывается по непричастным лицам. И третье, самое главное, сама постановка вопросов, как я сказал, она абсолютно манипулятивная и издевательская, потому что в качестве ответа на возникновение рыночных монополий коммунисты предлагают не рыночную монополию, они предлагают государство. В качестве решения проблемы монополии коммунисты предлагают монополизировать вообще все сферы деятельности человека, потому что государство – это самый крупный монополист. Государство контролирует огромное количество территорий, огромное количество ресурсов, государство контролирует то, в какие торговые отношения вы можете вступать, то, в какие торговые отношения вы не можете вступать. И почему, когда подобные вопросы поднимают коммунисты, это звучит наиболее издевательски, потому что они не предлагают ответ на монополии. Они говорят, что раз на рынке возникают небольшие монополии на коротких отрезках времени, то нужно создать такую монополию, которая будет существовать всегда и будет контролировать все. Вот что предлагают коммунисты. Вместо того, чтобы спорить о том, что государство – это и есть монополия, против которой необходимо бороться, самое крупное, самое хищническое, самое властное, вместо этого вы спорили с тем, что на рынке не существует инструментов, которые бы сделали монополию невозможными. Таких инструментов на рынке действительно нет, потому что на рынке возможно все. Другое дело, что есть вещи, которые невероятны на рынке. В частности, формирование монополии в результате рыночных отношений – это что-то очень невероятное. И даже если представить, что монополия на рынке сложится, она сложится на очень короткий отрезок времени, там, где государство существует не только дольше, чем любая компания, но и дольше, чем любой человек. На рынке вот такого, такое вообще невероятно себе представить. Прежде чем спорить, обращайте внимание на тему спора, о чем вы на самом деле спорили. Потому что вам казалось, что вы спорили о том, что государство решает проблему монополий. Точнее, это то, как предмет спора пытался представить вам коммунист, в то время как вы должны были обратить внимание на то, что коммунист предлагает создать монополию, которая будет контролировать вообще все. Он не предлагал решения проблемы монополии, он предлагал создать монополию.